Ловят нарушителей противопожарного режима по запаху, а совсем скоро начнут следить за обстановкой в дачных кооперативах и с воздуха. В Сургутском районе вредные начнут брать летательные аппараты. Они очень необходимы в ситуациях, когда собственники не хотят открывать калитку сотрудникам госпожнодзора и чиновникам. Подробнее в репортаже Светланы Круковской. Провода идут со столбов тоже как бы так. И проводка вся там нелегальная. Претензии у Геннадия Бардина наберется и на одну книгу жалоб. Он живет в дачном кооперативе в Сургутском районе, который считается банкротом. И занимать здесь кресло председателя никто не спешит. Поэтому каждый сам за себя. Собственники встревоженные, без надзора. У них часто стали гореть дома. Халатность, неосторожность, недосмотр. Газовые котлы ставят. Не стыдят утечка. Пожалуйста, пожар. Также печки. Уснул, сигарету бросил. Все, вот это все и происходит. Напомнят о правилах жителям кооператива инспекторы пожарного надзора и чиновники. И делать это они будут ежедневно до 9 мая включительно. В Сургутском районе сейчас действует особый противопожарный режим. В настоящий момент мы можем только визуально посмотреть наличие средств пожаротушения, которые обязаны иметь на каждом участке собственник. Территория, насколько она замусорена, очищена от горючих отходов, травы сухой. И, естественно, это соблюдение противопожарного режима в плане разведения открытого огня. Практически половина пожаров – это пожары в жилом секторе. Пожарить шашлыки может и получится за высоким забором, но если поймают, обойдется слишком дорого. За нарушение правил предусмотрены штрафы. И в этом году они стали намного внушительнее – от 15 тысяч рублей. Курить, спалить, сжигать. Вот сжечь мусор, разводить костер, готовить пищу на открытом огне, даже на территории вашего частного домовладения. Делать это категорически запрещено даже у себя на участке. Достучаться пытаются в каждый дом в кооперативе. Но таким гостям рады не всем. Мы рассказываем населению. Заглядывать в щели в заборе не будут, пойдут на запах. А совсем скоро начнут следить за нарушителями с воздуха. В рейд выйдут летательные аппараты со встроенными тепловизорами. Если не было конкретной жалобы, надзорные органы имеют право, мы совместно можем пройти. Если нет жалобы, не имеем права войти. Мы как раз хотим закупить сейчас квадрокоптеры, что позволит его поднять и увидеть, на каком участке жгут костер. И уже целенаправленно идти на этот участок и проводить работу. На территории Сургутского района расположены более 40 дачных и садоводческих кооперативов. Такие рейды пройдут в каждом. Соблюдая простые правила, можно избежать серьезных последствий. Гибели человеческих жизней. Светлана Круковская, Роман Турбин, Вести Югория, Сургутский район.